Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Александр, ЕС готовит санкции против российского СПГ. В чем опасность? Когда Европа сможет использовать запрет на импорт российского сжиженного газа? И справится ли с таким отказом сама Европа? Во-первых, в прошлом году из-за Российской Федерации в Европу было поставлено порядка 17-18 миллиардов кубических метров газа в сжиженном виде. То есть, если мы берем вот эти миллионы тонн, которые пришли в Европу и были регазифицированы, то мы получим 17-18 миллиардов кубов. Это относительно немного, но с другой стороны Россия традиционно занимает второе, третье, в зависимости от года, место по поставкам газа в Европу. Сжиженного природного газа в Европу. Сейчас мы также занимаем вторую, третью позицию, соревнуясь с Катаром. И это означает, что мы, в принципе, довольно заметный поставщик. Да, разумеется, это процентов 13-15 от общего объема закупок, но все равно это довольно представительная доля. При этом, если просто нашим объемом запретят приходить в Европу, вот скажут, уходите куда-нибудь, вот просто уходите. Ну, хорошо, мы куда-нибудь уйдем, будет сложно, придется выстраивать логистику заново. Но, тем не менее, это будет не невозможно. Ну, а Европа начнет покупать какие-то объемы, которые вот уйдут с тех рынков, куда придем мы. Мы пойдем в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Европу пойдут, скажем, какие-нибудь дополнительные поставки, ну, из тех же Соединенных Штатов. То есть, европейские компании, которые сейчас постепенно начинают разворачиваться в сторону Азии, поставляют туда газ американского производства, ну, опять будут поставлять этот газ преимущественно в Европейский Союз. Мои слова не надо трактовать так, что сейчас основная часть газа из Соединенных Штатов уже пошла в Азию. Нет, просто происходит разворот. Мы наблюдаем этот разворот с ноября 2023 года, когда поставки газа достигли, поставки сжиженного природного газа в Европейский Союз достигли пика, потом они начали снижаться, и основное снижение как раз приходилось на поставки из Америки. Эти поставки снижаются постепенно, снижались и в марте 2000, вплоть до марта 2024 года. Пока результатов апреля мы не знаем, мы их не видим, потому что апрель еще не закончился, но смею предположить, что общая тенденция, в общем-то, сохранится. При том, что закупки российского газа, в целом газа, не только СПГ, выросли за это время. То есть с четвертого квартала 2023 года закупки российского газа, еще раз, в целом российского газа увеличиваются. Этому способствует и рост спроса на целевых рынках. Это, в первую очередь, Венгрия, это Словакия. И общая тенденция к частичному восстановлению спроса на газ, которая, как мы, в общем, и говорили, намечается в Европейском Союзе. Это частичное восстановление более или менее заметным стало уже в первом квартале 2024 года. То есть четвертый квартал 2023. Оно намечается. Его можно трактовать по-разному, потому что, ну, то есть рост поставок можно трактовать по-разному. Мы опять же об этом говорили, учитывая погодный фактор. То есть основной вклад в рост поставок, точнее в рост импорта, внес погодный фактор, потому что октябрь и ноябрь оказались заметно холоднее, чем рекордно теплые октябрь и ноябрь 2022 года, когда, соответственно, было падение. Ну и на фоне этой низкой базы, то те закупки, которые происходили из-за погодного фактора в октябре-ноябре 2023 года, можно было трактовать как восстановление. Некоторые, ну или рост, если вы уж совсем благорасположены к Европейскому Союзу. Некоторые аналитики так сказали, вот рост. Мы тогда осторожно сказали, что не-не-не, погодите, погодите. Это пока вот давайте не будем называть ростом, хотя предпосылки, конечно, создаются и все такое прочее. Вот в первом квартале эти предпосылки начинают давать плоды. По чуть-чуть, по чуть-чуть в отдельный месяц и наблюдаются даже какие-то подвижки в области промышленного производства. Хотя если брать месяц к месяцу, то есть если брать, знаете, январь к февралю, рост. Пусть чуть-чуть, пусть немножечко, но рост промышленного производства. А вот если брать, скажем, февраль 24-го года к февралю 23-го года падение, то есть по Европейскому Союзу падение промышленного производства февраль к февралю где-то на 5 с лишним процентов. Но, конечно, вот в январе было хуже. Ну хорошо, в январе было хуже, в феврале стало лучше. Давайте поаплодируем друг другу. Однако, к чему вот это промышленное производство, частичное восстановление? Что мы просто хотим похвалить, наконец, европейскую промышленность, что она вот воспряла ото сна? Нет. Мы хотим подчеркнуть, что сейчас возникают предпосылки для восстановления спроса. Собственно, это было проговорено уже, но я проговариваю это еще раз. Восстановление частичного спроса. То есть в целом по Европе спрос упал примерно на 100 миллиардов кубических метров, ну по отношению, скажем, к 21 году. В 23 году по отношению к 21 году. А частичное восстановление, это означает, что в 24 году при сохранении всех текущих тенденций потребление будет выше, чем в 23. Не сказать, что фантастическое достижение, но тем не менее. Знаете, когда вы уже вот прям на дне, вы от него оттолкнулись. Ну уже вот молодцы, уже оттолкнулись. Еще не всплыли, но вот вы как-то имеете к этому некую тенденцию. Всплытие. А о чем это говорит? Вот что европейцы молодцы? Нет. Это говорит о том, что в текущих условиях создается дополнительная точка, которая будет давить на предложение. Предложение все еще ограничено. Да, разумеется, оно ограничено уже не так жестко, как было ограничено в 21-22 годах. Но оно ограничено, и у него рамки задает не только технически возможный объем производства того же самого выжженного природного газа, и не только ограниченность газотранспортной инфраструктуры, которая местами теперь недоступна. Если мы говорим о газотранспортной инфраструктуре, которая соединяет Европу и Российскую Федерацию. Но рамки задаются еще и уровнем потребления в Азии. Азия, в основном в лице Китая, наращивает закупки газа. Уже в 23-м году тот же самый Китай нарастил закупки относительно 22-го, если мы говорим про СПГ в первую очередь. А в 24-м году также виден рост. Это означает, что в 24-м году Китай, ну китайские компании нацелились на то, чтобы вот этот отловленный спрос, который возник из-за энергетического кризиса, наверстать. А это в свою очередь означает, что для Европы свободных мощностей не остается. И тут Европа сама наращивает спрос. Если произойдет просто обычное перераспределение потоков, то есть ввели запрет. Российская СПГ пошел в Китай, допустим. Ну или пошел в Китай, если вот, знаете, через Европу придется оплывать. А какой-то еще СПГ пошел в Европу. Ну окей, размен. Это, конечно, приведет к некоторым скачкам котировок, но к чему-то катастрофическому это вряд ли может привести. Но, во-первых, отстает от реализации Арктик СПГ-2, который должен был постепенно наращивать поставки вот уже в 24-м году. Это уже ограничивает тот уровень предложения, на который в целом мировой рынок рассчитывал. Вот эти объемы, пусть не самые фантастические, но все-таки заметные, представительные, доступные, на мировой рынок не выходят. Окей. А если будут введены какие-то запреты, которые будут ставить палки в колеса нашим метановозам, и это приведет к частичному прерыванию поставок, я не говорю, что это будет, но вот возможно, европейцы нацелились на то, чтобы действительно попытаться сократить поставки СПГ из Российской Федерации. Я, кстати, не скажу, что это будет большая проблема именно для Российской Федерации, это будет большая проблема для компании Novotec, это будет большая проблема для компании Total, ну еще там для некоторых игроков. Но в первую очередь для этих двух компаний. Но тем не менее, мы в данном случае не предлагаем посопереживать Novotec, Total. Мы предлагаем учесть, что если будут вот палки в колеса вставляться, то предложение СПГ с нашей стороны может сократиться, а так как мы все-таки, ну не самый фантастически огромный, но все-таки 10 процентов мирового предложения мы обеспечиваем, чуть меньше 10 процентов, ну ладно, вот, знаете, около 10 процентов мирового предложения СПГ, это мы. То если мы сокращаем, то пусть один, пусть два, пусть три, ну мало ли сколько процентов на какой-то период времени мировой рынок не досчитается. А это означает, что на фоне растущего спроса, в первую очередь в Азии и частичного восстановления в Европе, это может привести к новому ценовому витку. И тут стоит задаться вопросом. Ребята, дорогие друзья, Брюссель и лучшие его представители в лице Урсула фон дер Ляйн и кто там у вас еще, вы к этому готовы? Нет, то есть можно сказать, что мы предложили план сокращения спроса на газ, все должны ему следовать, но ваш план туфта и то, что вы его продлили до конца отопительного сезона 2024-2025 годов, ни о чем не говорит на самом деле. Потому что ваш план приним... Не спрос на газ сокращался после принятия плана сокращения, а план принимался на фоне сокращения спроса с тем, чтобы ввести это сокращение в некие рамки и сказать сокращение плановое. Это мы молодцы, мы так придумали. Наша зависимость от поставок из России сократилась благодаря нашему мудрому руководству. Но тут-то складываются предпосылки к росту спроса. Или, вот знаете, терпеть это не могу, но... Или у вас какое-то задание в отношении местной экономики есть? Ребята в Брюсселе. Нет, то есть если есть, вопросов никаких. Если ваша задача еще там годик, ну полтора, помариновать европейскую промышленность, вот, если вдруг кто-то все еще хочет инвестировать в Европейский Союз из таких крупных энергоемких производств, чтобы эта компания одумалась и наконец стала куда-то еще перемещаться со своими планами, со своими инвестициями. Нет, если такая задача, все правильно делаете, молодцы, вы движетесь в верном направлении. Но если, ну, в плане фантазии попробовать себе такое представить, что вы все-таки работаете на благо Европейского Союза, я еще раз, я просто предполагаю, ну, как бы, если вы Еврокомиссия, вы, ну, вроде как, название обязывает, работать в, работать вот, ну, вот, кто там вокруг вас вот живет, вот эти вот, ну, вот эти, кто их там, как их эти, а, европейцы, вот, вот, то есть если вы, по идее, должны работать на пользу европейской экономики, граждан Европейского Союза, то вот конкретно сейчас вводить запрет на российский СПГ, это, ну, прям вот, вы знаете, прям вот заявка на победу. И так как уж совсем в наглую мариновать европейскую промышленность, как мне кажется, ну, недопустимо, потому что европейская промышленность может о чем-то догадаться, вот, считайте это веселой шуткой на тему, так вот, я все-таки полагаю, что если запрет и будет введен, он будет иметь довольно значимый переходный период. Возможно, возможно, этот переходный период будет даже не до 25-го года, то есть запрет не будет немедленным, типа, закупки СПГ 100 и раз-два, а этот запрет будет даже не до 25-го, а, скажем, до 26-го года. Почему так? Вот мне представляется, что это было бы, ну, по крайней мере, разумно. Все, кто не согласен с нашим присутствием на европейском рынке, добро пожаловать в комментарии, напишите, ознакомьте нас с вашим несогласием. Ну, а на сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписываемся на геоэнергетика.инфо, подписываемся на Александра Фролодова в Дзене, в Телеграме, на Ютубе. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленному комментарию. Там же будут реквизиты, поддерживающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации на Ютубе. Спасибо. До новых встреч. Всего хорошего.